Всем привет! Сегодня речь пойдёт о чёрной орхидее. Она попала недавно в мою коллекцию. Чёрная орхидея это вообще такая очень интересная тема. Много разновидностей, похожих на чёрный цвет орхидеи. Не только среди фаленопсев, но и из кодосетумной группы, и маздевалии есть чёрные. На самом деле, как известно, чёрного пигмента у орхидеи нет. Это либо насыщенный бордовый цвет, либо насыщенный фиолетовый цвет. В данном случае это у нас фаленопсис. У него очень насыщенный бордовый цвет, такой глубокий, бархатистый. Чем ещё интересен этот цветочек? Он очень-очень маленький. Посмотрите, цветы всего лишь 2-3 см размер. И у них очень контрастная белая колонка в серединке. Губа как бы прижата. Вот так вот интересно не разгибается. И они такие как бы скромняшки. Если разогнуть, видно, здесь есть по краю белая окантовочка, если так приглядеться. Есть тиснение, очень похоже чем-то на колоду Твинкл, известный гибрид. Вот, видите тиснение, какое у лепестков. Такие кожистые, очень плотные, кстати, лепесточки. В отличие от обычных стандартных фаленопсисов, плотные листья, плотные лепестки, вернее. И они поначалу мне, эти цветы, напомнили чёрный жемчуг. Такие, насыщенный глубокий бархатистый цвет. И вот это как рефлекс на жемчужинке, белая колонка. Я начала искать, как называется, этот гибрид. Получилось как бы детективное такое расследование, которое никого, слава Богу, в этом детективе никто не пострадал. Жертв нету, кроме единственной жертвы. Это время, пострадало время, потратила много времени и как бы много чего узнала. Что мне ещё понравится в этой орхидейке, у неё очень интересно расположен цветонос. Вот если сзади глянуть, смотрите, какая интересная, сочная стебелька. И получается, он ветвится, цветонос. И они крепенькие, очень. Не нежные такие, хиленькие, да, а крепкие. Очень, видите, здесь сзади видно тиснение какое красивое. И что меня ещё удивило. Я когда рассматривала этот цветок, это растение, обратила внимание ещё в магазине, что здесь есть такая вот бирочка. Это впервые в моей практике, что я нашла вот такую бирку. И я была вообще, как бы у меня такой начался прилив энергии. В том плане, что это ж интересно, что же это значит. Вот смотрите, я так поняла, здесь написано тест, вот сбоку, вот здесь вот тест. На голландском написано это сорт. И FL, я так поняла, что это фласка, номер фласки. Потом фласка такая-то, такая-то. Вот можно, я как бы неправильно это трактую, но как бы за неимением информации пыталась, что в интернете найти, но не нашла. И на горшке ещё вот такое. Но здесь меня, честно говоря, повергло это сомнение. Потому что вот это первое слово означает на голландском цвет. И, судя по всему, он белый. Ну, как бы вы сами видели, что до белого там очень далеко. И сорт PL, ничего, реплук, ничего я не нашла на этот счёт. И номер партии, но номер партии, видите, совпадает с номером фласки. Ну, то есть целое расследование. Искала я что-то, искала, ничего не нашла. Ну, нашла я единственное, какие есть варианты этого сорта. То есть, я подумала, может быть, это тест, может быть, там новый гибрид. И выводят вот, и этот гибрид тестируют, насколько он хороший и так далее. Но вот эта, кстати, берочка была настолько крепко засела в горшке. Её просто сильно плели корни. И корни, как вы видите, здесь очень мощные. Мы готовим эту с дочкой орхидейку в пересадке. Потому что горшок ей явно мал. То есть, они очень плотно, эта орхидейка, сделала в горшке. Что здесь ещё интересного? Листья ближе к круглым. Видите, они не длинненькие. И из центра, почти из центра, я даже думала, что это вначале не рассмотрела. Подумала, ааа, здесь цветонос из центра, и это не всегда хорошо. Но потом заметила, что всё-таки не совсем из центра. Здесь сбоку идёт, из точки роста идёт маленький листочек. Так что есть, как бы, хороший результат. Потому что бывает такое, что если орхидея... Не у всех, правда, это если орхидея пускает из центра, из точки роста цветонос, то бывает так, что орхидея дальше не растёт и начинает производить около себя прикорневых деток. Ну, или вообще, как бы, загибается эта орхидея. Ну, посмотрим. Здесь есть и воздушные корни, и мне очень понравилось вот это именно строение самого цветоноса. Какие варианты названий я нашла? Среди таких махоньких... Жалко, что невозможно так прямо точно обнаружить. И я всегда думаю, ну, неужели производителям так тяжело написать этот сорт, этот вид гибрида, чтобы селекционеры, вернее, те, кто орхидеисты, которые увлекаются коллекционированием орхидеи, как бы имели спокойствие и знали, что они приобрели. Вот, кстати, рядышком, смотрите, это зигапиталом, и насколько зигапиталом, вот, если его приблизить, да, насколько он светлее, чем эта орхидейка. И что я нашла? Значит, очень много есть вариантов орхидеи с таким тёмным пигментом. Приблизим, попробуем, чтобы навелась резкость. Значит, один из таких близких, вот, похожих на эту орхидейку гибридов, я нашла на сайте долгопрудных теплиц, долгопрудном. И это обозначено было как орхидейка фаленопсис, фаленопсис, black boy, и ещё в кавычках, значит, переводимая игра слов. H-C-Sying, H-Sying, сейчас секундочку, вспомню. Не, Mazing, 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 black boy, H-Sying, и дальше ещё одно слово, big. То есть, насколько он big, тяжело сказать, потому что он всё-таки крохотный. То есть, почему не указан был там, в описании не указано было это растение, какой он имеет диаметр цветка, какую высоту цветоноса, потому что в данном, как бы, случае не было наличия этого растения на, как бы, в теплице, на этом сайте. Ну, и ещё нашла это же растение, очень похожее, тоже под таким же названием, на одном из японских сайтов, которые рассказывала о призёрах выставки. И нашла ещё тоже этот же гибрид на одном из сайтов, где регистрация идёт. Вот там я не... надо будет в следующий раз ещё... Может быть, в описании напишу конкретно, кто в родителях. Там такая родословная, очень сложная, кто в родителях этого гибрида. И так, этот фаринопсис May Seng Black Boy H Seng Big. Ну, такая вот сложнющая, длиннющая аббревиатура. Сложнейшее, длиннющее название. Тем не менее, орхидейка очень красивая. Будем покупать ей горшок побольше. Вот. Ну, это сейчас мы утром снимаем. И, ну, глубокий очень свет, чуть-чуть утемняет камера. То есть, в принципе, он глубокий-глубокий бордовый. В скором времени я сниму видео о всех цветущих орхидеях в моём доме. И там есть миничка, которая цветёт. Я думаю, что у неё глубокий венчат цвет, но по сравнению с этим она очень светлая. На этом всё. Если кто-то знает, вот, точнее, сорт этого гибрида, как бы название этого гибрида, или знает, вот, что означают вот эти вот всякие названия на горшке, на ярлычке, что-то больше, чем у меня получилось найти, просьба писать эту информацию в комментариях. Мне очень приятно, когда люди не проходят мимо. Вот. На этом всё. Пока. Продолжение следует...